Пусть делают, что хотят. Это же не во вред, правильно? Честно говоря, не думаю вообще. Дело не только в рельефе, красивой фигуре, это действительно очень полезно для здоровья. Приходят люди, которые живут музыкой, и знать, что если ты будешь прилагать усилия к этому, то у тебя обязательно получится. Друзья, программа «Стол заказов» продолжается. Напоминаю, что у нас прямой эфир, и сейчас он становится еще более звездным. К нам присоединилась талантливая, очаровательная, красивая певица Мария Зайцева. Привет, Мария. Здравствуйте. Ну что, как у тебя настроение? Как начался твой день? Замечательно. Знаешь, что недавно у тебя прошел концерт сольный, и хочется спросить, ты уже в социальных сетях поделилась эмоциями, что все прошло просто на высшем уровне, и ты себя почувствовала еще более сильной, и душевно, и физически даже. Вот как так, как будто бы наоборот, после концертов артисты без сил остаются, и всю энергию дают зрителям. Действительно, у меня так всегда и было, и был достаточно такой длительный период, когда у меня был упадок моральных и физических сил. И могу сказать, что то, что я ощущаю сейчас, это огромное счастье. И я очень рада, во-первых, что я вернулась к себе со своими прежними силами, и более того, у меня добавилось еще больше сил, у меня просто не сходит улыбка с лица, который день. Это прекрасно. Да, это ощущение прекрасное совершенно. Чем удивляло поклонников, или, может быть, для тебя был какой-то самый яркий момент концерта, который вот запомнился, отложился на памяти твоей? Да, потом мне запомнилось абсолютно все, от начала до конца, потому что, во-первых, это для меня был очень важный концерт, это такой был первый большой сольный, именно сольный мой концерт в Москве. Потом трогательный момент, который многие отметили, это когда моя дочка вышла на сцену, и песню, которую я ей посвятила, она называется «Я обниму тебя голосом», она под эту песню вынесла мне букет цветов, это было невероятно трогательно. И вообще все, что творилось в зале, это можно охарактеризовать одним словом «любовь», просто какая-то безумная циркуляция любви. Я даже не могу слов подобрать, у меня до сих пор как-то в хорошем смысле потрясывается. А вот ты знала, что дочка к тебе выйдет, или это было неожиданностью? Это буквально вот за некоторое время до концерта предложили такую историю, что это было бы красиво, но я понимаю, что все зависит еще от настроения, захочет она, не захочет, поэтому наверняка я не могла знать, что она выйдет на сцену. Удивилась, когда увидела такую картину милую? Я была очень счастлива ее увидеть, потому что сначала я видела ее в зале, и это так необыкновенно, когда твой ребенок сидит в зале, и ты поешь песню, которую посвятил ребенку. Да, это очень трогательно, наверное, ты видео сейчас пересматриваешь с концерта, поклонники твои оценили, а вот коллеги были на концерте? Коллеги были, не все смогли прийти, потому что у многих тоже концерты, и очень сложно всегда совместить артистам графики, чтобы попасть на концерт, но поздравляли, видели тоже мои видео, очень приятно. Угу, нескоро я знаю, у тебя еще состоится один концерт уже в Питере, давай пригласим наших зрителей туда. Дорогие друзья, я вас приглашаю на свой большой сольный концерт в Санкт-Петербург 10 декабря в Клуб Космонавт. Приходите. Друзья, стол заказов продолжается, в гостях у нас сегодня Мария Зайцева. Мы уже посмотрели твой клип на песню «Не вернусь», но недавно у тебя вышла еще одна песня. Песня называется «Призрак». Рассказывай, о чем она и почему такое таинственное название? Ой, мне всегда так сложно ответить на вопрос, о чем песня. Ну, вернее, как, это не сложно, песни практически все, они о чувствах, иногда о позитивных, иногда о не очень позитивных. Это песня про то, как чувства остыли. Чувства остыли? Да, так бывает. Да, так бывает. Какая-то строчка «Знаешь, без чувств так легко быть музыкой». Это моя любимая строчка из этой песни, это правда. Действительно, когда ты влюблен и когда тебя поглощают чувства и эмоции, то разум порой отключается. Это действительно так. Я думаю, многие это проходили. А у тебя так бывает? Было. Было? Да. И как справляться? Давай дадим совет нашим зрителям. Ох. Я думаю, что самое главное – это любовь к себе. И если у вас с этим проблемы, а в какой-то момент я поняла, что у меня оказываются с этим проблемы, то нужно это чувство в себе взращивать, работать над собой и знать, что если ты будешь прилагать усилия к этому, то у тебя обязательно получится. А как это делать, вот работать над собой? Может быть, есть какие-то советы? Изменить прическу, внешность или как-то внутренне меняться? Я думаю, что на самом деле все средства хороши, потому что если ты недоволен собой, то, возможно, нужно поменять прическу, возможно, нужно сменить какой-то стиль, если у тебя есть к этому потребность. Но это не делать ради кого-то, а делать это ради себя. То есть в какой-то момент моей жизни в нее вошел спорт, это было в 2020 году, я начала активно ходить в зал, и я это делала в первую очередь для себя. Потому что, когда я давала советы, например, своим подругам, у которых тоже были непростые времена, и я говорю, что давай, приведи себя в форму, это так, просто спорт мне лично очень помог. Звучали часто такие фразы, что ради кого мне это делать из серии «Я одна», вот если бы, я говорю, это нужно делать ради себя. Я считаю, что когда ты взращиваешь вот это вот чувство любви к себе и работаешь над собой, то на самом деле притягивается очень много хорошего. Просто не все девчонки знают, что именно делать, вот как в зал пойти, чтобы еще и в режим выйти. Мне кажется, это сложно. Это действительно сложно. Я не могу сказать, что я до этого была какой-то фанаткой спорта и зала, но я просто стала чувствовать, что мне даже морально это помогает. То есть я не только физическую форму начала приобретать, но это очень хорошо влияет еще на психоэмоциональный фон. То есть к этому нужно относиться просто как к тому, что ты улучшаешь свое здоровье. Дело не только в рельефе, красивой фигуре, это действительно очень полезно для здоровья. И не нужно ни в коем случае участвовать в каких-то марафонах похудей за 15 дней, за 30 дней. Это все плохо. Это слишком практикально. Извините, если я чьи-то марафоны сейчас как-то чуть-чуть, так сказать. Ничего страшного, я думаю. Но это мое вот субъективное мнение, что я считаю, что все должно быть постепенно, не нужно никаких изнурительных диет, нужно просто правильно питаться. Потому что мы объективно понимаем, что если ты будешь объедаться булочками и сладкими газировками и так далее, то, соответственно, это не очень хорошо будет сказываться на твоей фигуре. Я надеюсь, что зрители к нам прислушаются. И еще вот хочется опять поговорить про твою песню «Я обниму тебя голосом», которая посвящена дочке. Как она отреагировала на то, что мама посвятила ей песню? Она очень хорошо отреагировала. Я хочу сказать, что ей очень понравилось на самом деле, что она оказалась на сцене. Мы с ней буквально на днях об этом говорили. И она бы с удовольствием это повторила. И я рада, что она себя достаточно уверенно почувствовала на сцене, потому что на самом деле реакция могла быть абсолютно разной. Потому что все-таки, когда очень много людей, не каждая справляется с таким вниманием, она достаточно уверенно себя там чувствовала, могу сказать. Может быть, на следующем концерте она выйдет уже с песней? Может быть, кто знает. Есть в планах, да, чтобы дочка запела? Вообще она ходит в музыкальную школу по классу фортепиано, и она уже очень хорошо играет на пианино. У нас были разговоры, что, может быть, она сядет за инструменты, что-нибудь мне сыграет, саккомпанирует. И вот буквально вчера я с ней говорила на эту тему, и она сказала, ты знаешь, я бы хотела что-то спеть. То есть уже речь не только про инструменты. Уже даже сама инициатива. Да, да, да. Ей прямо понравилось. Мы будем ждать выступления с дочкой. Стол заказов на РУ-ТВ Стол заказов продолжается, и в гости сегодня к нам пришла Мария Зайцева. И, друзья, наша фотография с Марией уже появилась в социальных сетях телеканала РУ-ТВ, и под ней вы можете писать свои вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Правда же? Конечно. Ответим. А я знаю, что ты недавно приняла участие в шоу «Мьюзик Лайв» и стала амбассадором. Что это за шоу? Вот я лично первый раз слышала. Это шоу про музыку, музыку, еще раз музыку. И что там происходит? В гости к тебе приходят композиторы, исполнители? В гости ко мне приходят исполнители, которые бывают по совместительству и композиторами в том числе. Приходят люди, которые живут музыкой. То есть музыка – это действительно их жизнь, так и называется шоу «Мьюзик Лайв». И что, в чем его суть? Вы там поете? Мы там поем, мы там общаемся. То есть это все как-то совмещается вместе. И разговор, и исполнение песен. Мне всегда хочется узнать, каков был путь исполнителя. В общем, это не просто то, что человек пришел, мы спели и разошлись. Мы еще общаемся. То есть это прям такое интервью, можно сказать, с разными артистами? Можно сказать и так. Ну, то есть элемент шоу, также интервью в том числе. Тебе никогда не хотелось стать продюсером, например, и какого-то молодого артиста полностью спродюсировать? Ну, у меня уже, в принципе, был такой опыт, потому что я была продюсером группы, в которой я пела. Ну и, собственно, я продюсер собственного проекта. Брать еще кого-то на сегодняшний день я не готова, потому что я целиком и полностью сосредоточена на себе. И когда ты начинаешь заниматься еще чем-то, то уже раз сосредотачивается внимание, и чтобы полноценно делать, по крайней мере, я говорю за себя, то, что я хочу, то, что я могу, я должна быть поглощена именно в этот процесс. Может быть, продюсером дочки станешь? Посмотрим. У нас еще есть для тебя новости шоу-бизнеса последние, и мы хотим с тобой их обсудить. Я тебе расскажу новости, а ты скажешь свое мнение. Вот, например, Ида Галич и Настя Ивлеева соревнуются за звание лучшей фигуры в социальных сетях, и сейчас максимально выставляют себя в таких красивых разных луках, похудели обе. Что думаешь, а баттли девчонок, хорошо ли это? Честно говоря, не думаю вообще. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. Это тоже, да, такой ответ принимается. Но как думаешь, девочки должны соперничать вообще? Вот блогеры два и борются за фигуру. Мне кажется, вот пусть делают, что хотят. Это же не во вред, правильно? Все. Если никто никого не оскорбляет, если это такой фан, как сейчас принято говорить, почему бы и нет? А сама когда-нибудь соревновалась, может быть? Нет. Нет, все, отлично. Все очень скучно. Да. Следующая новость. Дава провоцирует слухи о своем новом романе. И все гадают, кто же эта незнакомка. Что думаешь о вот таком вот афишировании отношений? Даже не думаешь? Да, я тоже об этом не думаю. Но если мы говорим про то, афишировать отношения или нет, я думаю, что это опять-таки дело каждого. Если это по обоюдному согласию, собственно, если два человека хотят афишировать, пусть афишируют. Не хотят, пусть не афишируют. А к пиар-романам как относишься? Как-то спокойно. Я, честно говоря, вот несмотря на то, что я являюсь частью шоу-бизнеса, то я как-то вот далека от вот таких моментов. Пиар-романы, скандалы, какие-то такие штуки. То есть если бы тебе предложили пиар-роман, ты бы отказалась? Мне бы не очень этого хотелось. Не очень хотелось, но согласилась бы, есть такой шанс. Знаете, я просто очень не люблю зарекаться и говорить «никогда не говори никогда». Но с учетом того, в принципе, как я веду соцсети, то как-то, наверное, это не совсем будет органично. Я все-таки со своими зрителями максимально откровенна. А, безусловно, у меня есть вещи, о которых я не говорю, и они остаются как бы внутри моей семьи, внутри моей личной жизни. А что-то придумывать, выдумывать мне совсем не хочется. Еще одна новость, третья. Так. Не прошло и полгода с развода, а Мария КП Гребняк уже в Париже с новым возлюбленным Игорем Головинским вешает замочек любви. Так. Следишь за разводами вообще, сумасшедшими в соцсетях? Тоже не следишь? Тоже не слежу, да. А что думаешь вот о таком, когда так быстро заменяют вторых половинок, хотя много лет до этого были с мужем вместе? Значит, в этом есть потребность. Человек должен сам принимать свои решения. И почему бы и нет, если они люди свободные, то они могут хоть на следующий день завести новые отношения. Я думаю, что в принципе гораздо лучше, если человек как-то быстро отпускает ситуацию и начинает новую жизнь, нежели когда он страдает, ему от этого плохо. Вот этого я никому не желаю. Конечно, лучше, когда... Продолжать жить. Да, человек продолжает жить, любить, веселиться, встречаться. Друзья, программа «Стол заказов» продолжается. Мы заглянули в наш телеграм-канал, где вы уже задаете свои вопросы. И кто еще не успел это сделать, у вас есть уникальная возможность задать любой вопрос Марии Зайцевой. А мы начнем зачитывать ваши сообщения. Марина нам пишет. Маша, спасибо вам за искренность, мудрость и то тепло, которое вы дарите людям. Вы лучше. Спасибо большое. Упешного музыкального пути вам. Спасибо. А вопрос такой. Если бы у вас была возможность прямо сейчас попасть в любую точку мира, где бы вы хотели оказаться? Вы знаете, я буквально послезавтра окажусь в той точке мира, где я очень хотела оказаться, а именно в Тбилиси. Так что уже желание почти сбылось. Почти сбылось. Желаем тебе хорошего путешествия. Спасибо большое. В Тбилиси очень красиво. Посмотри, что там еще пишет. Может быть, что-то зачитаешь. Мария, в каком помещении из кино или книги вы хотели бы пожить? Вот тут сразу же готова отвечать. Мне прямо нравится вопрос. Спасибо за вопрос. Я бы очень хотела побывать в Хогвартсе. Это всем Гарри Поттера, фанатам я передаю привет. Я просто фанат Гарри Поттера. Я обожаю все, что связано с волшебством. Я бы так хотела там побывать. И вот, кстати, если вернуться обратно еще к точке мира, я бы очень хотела оказаться в Лондоне в музее Гарри Поттера. А в Оксфорде еще есть столовая Гарри Поттера. О, да, пожалуйста. Очень красиво. Можно? Где эта кнопка волшебная? Так, переносимся. Телепортация нужна. Телепортация, да. Так, тут еще вопросы. Как часто вы читаете? Какая любимая книга? Вы знаете, вот все, что касается книг, не часто я читаю. Хотя я произвожу впечатление на всех очень начитанного человека, который просто не расстается с книгами, но это не так. Так, я больше люблю кино. Так. Давай что-нибудь тоже, может быть, выберешь. Хотите сниматься в фильмах? Вот вопрос как раз-таки к кино. Хочешь сниматься в фильмах? Я бы попробовала сняться в кино, да. Есть вот еще тут приветы. Давай зачитаем, порадуем наших зрителей. Вот от Аританской. Здравствуйте, Мария. Пожалуйста, передайте привет моей бабушке Ане Дмитриевне. Ана Дмитриевна, здравствуйте! Я передаю вам привет и наилучшие пожелания. От меня вам. Еще тут есть вопросы. Так. Поделитесь секретом красоты. Мария, вы очень красивая. Пишет Наталья. Спасибо большое. Я думаю, во-первых, главный секрет красоты – это быть влюбленным в жизнь, потому что я знаю, что когда ты влюблен в жизнь, то у тебя так искрятся глаза, и это добавляет такой шарм на самом деле. Вот, мне кажется, это прям вот огромный процент успеха в плане быть красивой – это вот эта составляющая. Ну, а так я уже говорила про то, что нужно заниматься спортом, нужно правильно питаться, следить за собой. И главное – любить жизнь. Надеюсь, что зрители прислушаются. Да, любить себя. Да, любить себя. Стол заказов на РУ-ТВ Друзья, как вы уже знаете, сегодня день пельменей отмечается. И вот я тоже поделилась с Марией этим праздником, поздравила. Ты вообще любишь пельмени? Я обожаю пельмени, мне уже хочется есть. Мне тоже. Кажется, я обязательно это сделаю сегодня. И давай зачитаем сообщение от наших зрителей, ведь мы сегодня зонт разыгрываем за лучше. Мария Казакова пишет нам. Во-первых, здравствуйте, Мария. Всем привет, я и моя семья очень любим пельмени, но только домашние, поэтому лепим их всегда сами. А еще я этим летом решила поэкспериментировать и приготовить шарлотку с дыней, и получился очень вкусный и нежный пирог. Так появилось еще одно любимое блюдо, часто готовила ее этим летом. Здорово. Что думаешь, часто готовишь тоже сама, может быть, пироги, шарлотки? Я не могу сказать, что я часто готовлю, потому что у меня не так много свободного времени, но когда оно появляется, я готовлю с удовольствием. Я обожаю готовить. Есть коронное блюдо? Так, мне прямо вот в голову сразу ничего не приходит, но я очень люблю рулетики из баклажан, грузинские, да, с грецким орехом, кинзой. Вот это вот очень мне нравится, я могу съесть огромное их количество, они безумно калорийные. Так, я очень люблю готовить тирамису. В общем, я люблю готовить, друзья мои. Давай посмотрим еще сообщения. Нам нужно выбрать победителя, так много сообщений с блюдами. Я обратила внимание на сообщения от Аленки, это не то, что я так говорю, так написано, Аленка. Любимое блюдо написано РУ-ТВ, и из аббревиатуры здесь сложены блюда. Рагу овощное, утка запеченная, тыквенная каша, вишневый штрудель. Мне кажется, очень оригинально. Обожаю вишневый штрудель, очень люблю его. Я люблю яблочный штрудель, тоже очень вкусно. Ты думаешь, мы подарим зонт, да, наверное, Аленке? Да, давайте подарим зонт Аленке. Все. Аленка, поздравляем вас, и зонт летит к вам. Надеюсь, что он будет радовать вас этой осенью. Друзья, стол заказов продолжается. Сегодня у нас в гостях Мария Зайцева. Сейчас осень, и многие люди грустят в это время года. Может быть, есть какие-то советы у тебя, как справиться с этим для наших зрителей? Почему-то первое, о чем я подумала, облиться холодной водой. Понятия не имею, почему у меня такая ассоциация возникла в голове. Не знаю. Облиться холодной водой, чтобы привестись, да? Наверное, чтобы завестись как-то, да. Еще у тебя скоро будет концерт. Давай еще раз пригласим наших зрителей. Да, дорогие мои друзья, я вас приглашаю в Санкт-Петербург 10 декабря на свой большой сольный концерт в клубе «Космонавт». Буду обнимать вас голосом, дарить музыку и любовь. Это то, что я умею лучше всего. А вот тебе классный подарок от нас. Бесконечный фотоконструктор «Мозабрик». Боже. Берешь что-нибудь. Интересно. «Мозабрик» — это универсальные наборы, с помощью которых можно превращать любые фотографии вот в такие пиксельные картины. Класс, буду с дочкой. Все максимально просто, да. Открываешь набор, загружаешь фотку на сайт «Мозабрик.ру» и собираешь пополученные инструкции. Универсальный подарок вообще для всех. Соберете вместе с дочкой. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Мария Зайцева. Это программа «Стол заказов», друзья. И, конечно же, сегодня мы разыгрывали много подарков из «Зонт». Получила одна из наших зрительниц. Участвуйте в наших конкурсах. А мы провожаем Марию. Это был «Стол заказов». Всем пока. «Стол заказов» на РУТВ.